Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Темой для встречи с руководителем Рязанского отделения Пенсионного фонда стала очередная индексация страховых пенсий. Кого коснулись эти приятные изменения и каких сюрпризов ждать ветеранам к 9 мая, смотрите прямо сейчас. Мы проиндексируем трудовые пенсии по старости. С 1 апреля этого года мы проиндексируем пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Это граждане, которые получают пенсию не за трудовую деятельность, а за пенсии, которые они получают по линии федерального бюджета. Это инвалиды, не имеющие трудового стажа, это пенсионеры-неинвалиды, но не имеющих тоже трудового стажа, получателей социальных пенсий. Таких граждан у нас в пределах 22 тысяч. Вот с 1 апреля этого года мы пенсии этим гражданам проиндексируем на 10,3%. Начиная с 2002 года, первый год, когда 1 апреля нет второй индексации. Такая первоапрельская шутка, неприятная. Ну, да, неприятная, конечно. Давайте порадуем чем-нибудь инвалидов. Ожидается ли у них повышение? Да, с 1 апреля также мы проиндексируем так называемые ежемесячные денежные выплаты всем инвалидам в замену натуральных льгот. И эта индексация будет составлять 5,5%. То есть она почти в два раза ниже уровня инфляции, но она не привязана к этой индексации, к инфляции. Поэтому, что было заложено в бюджете, пенсионный фонд на 2015 год, вот на эти плановые цифры мы индексируем так называемые вот эти социальные выплаты. Большие изменения будут к 9 мая. Это юбилейный год, это важный год для всей России. Хочется услышать, какие подарки от пенсионного фонда будут для ветеранов, для участников войны, для тех, кто был в концлагерях. Этот подарок делает государство, но только доставщиком этого подарка или выплатником является средство пенсионного фонда. И мы действительно к 70-летию Великой Победы будем выплачивать, как и предыдущие годы, единовременные разы и выплаты. Например, участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших военнослужащих во время войны, а также вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которые умерли уже в мирное время. Мы также узникам, детям во время войны, которые были в концентрационных лагерях, мы им выплатим разу по 7 тысяч рублей. А такая практика уже была ранее? Да, ранее была. То есть мы, ну там просто выплаты были несколько меньше. Вот предыдущий выплат в прошлом году она оставляла 5 тысяч, в этом году она будет оставлять 7 тысяч. А труженикам тыла, которые проработали во время войны не менее 6 месяцев, мы будем, а также гражданам, которые находились в концентрационных лагерях во время Великой Отечественной войны, мы им разу будем выплатить по 3 тысячи рублей. А как это все будет технически проводиться? Ну технически это очень просто. То есть мы сейчас готовим выплатную документацию за апрель месяц, выплаты пенсии за апрель месяц. И как раз во время этих выплат будем приносить вот эти разовые выплаты. Тем пенсионерам, которым мы, допустим, по каким-то причинам не сможем вместе с пенсией принести, значит мы эти выплаты доставим им отдельными платежками, отдельными платежами. Есть люди, которые пользуются незнанием обычных горожан, то есть вот с накопительной частью пенсии много вопросов связано, не все еще разобрались. И когда мы получаем какие-то непонятные странные предложения, якобы помочь нам, мы не знаем, как себя вести. Дайте совет, расскажите еще раз, на что обращать внимание, как составляется эта накопительная часть. Очень хороший вопрос. Вопрос касается действительно большого количества жителей нашей Рязанской области. Но хочу отметить, что активность по управлению средствами пенсионных накоплений большинства граждан не очень на высоком уровне, потому что многие как бы оставляют это все на авось, на решение самого государства. И в этом смысле, наверное, они поступают правильно, потому что так спокойнее жить, не надо ломать голову и так далее. И какие-то дополнительные переживания. Но есть категория граждан, которые активно являют... Перебежчиков, мне кажется, много туда-сюда, не определились. Я думаю, что есть такие. Да, которые хотят активно влиять на свое будущее пенсионное обеспечение. Ну, не знают как. И через вот как раз этот процесс накопительной части пенсии. Хочу сказать, что эта накопительная часть, она формируется за счет обязательных отчислений работодателя в объеме 6% от уровня начисленной заработной платы ежемесячно. Эти деньги на выплату нынешним пенсионерам они не идут, они уходят в процесс накопления, и мы их будем выплачивать только тогда, когда гражданин будет выходить на трудовую пенсию по старости, ну или на пенсию по инвалидности. И как бы они находятся, эти деньги, отложенные. И потом... Ждут своего часа. С точки зрения интересов государства, они, конечно, это хорошо, потому что это как бы длинные кредитные ресурсы. И сегодня идет борьба за то, чтобы или оставить накопительную часть в добровольном виде, или оставить все-таки в обязательном варианте. То есть, когда работодатель в обязательном порядке должен 6% начислять на накопительную часть пенсии. Ну, конечно, экономический блок правительства, он борется за то, чтобы оставить эти деньги как в обязательном порядке. Социальный блок борется за то, чтобы эти деньги, чтобы накопительную часть все-таки перевести в разряд добровольных отчислений, потому что практика показала, что сегодня действительно доходность по накоплениям, она не очень высока. Даже вот по прошлому году многие управляющие компании дают доходность ниже 6%. Хотя уровень инфляции официально, да, он почти 12%. Потом деньги как бы обесцениваются. С точки зрения интересов самого гражданина, это не очень хорошо. Но с точки зрения интересов государства, может быть, и хорошо, потому что есть какие-то кредитные ресурсы, тем более учитывая вот эти финансовые санкции Запада, когда нет западных кредитов. Но все-таки надо сходить из интересов граждан, и поэтому сегодня законодатель дал возможность гражданинам определиться, будут они все-таки формировать накопительную часть или, невзирая на все, так сказать, желания экономического блока правительства, перевести все-таки вот эти обязательные страховые взносы на страховую часть пенсии. А если мы приняли решение, поняли, что оно не очень правильное, вернуть все назад можно? Значит, да, сегодня у гражданина есть право, если он вывел деньги из государственного пенсионного фонда, свою накопительную часть, и перевел их в какие-то негосударственные пенсионные фонды или негосударственные управляющие компании, он имеет сегодня до 31 декабря текущего года написать соответствующее заявление и вернуться обратно в государственную пенсионную систему. Ну или перейти из одного государственного пенсионного в другой, если бы там он видит, что там доходность выше. То есть это его решение. Но с 1 января 2016 года решение таким можно будет принять не чаще, чем один раз в пять лет. То есть сегодня у нас количество граждан, у которых имеется накопительная часть, она с каждым годом растет, потому что новые поколения вступают в трудовую деятельность, ну и, соответственно, у них появляется вот эта накопительная часть. И хочу отметить, что сегодня идет активная работа страны негосударственных пенсионных фондов по привлечению граждан о переводе вот этой обязательной накопительной части в негосударственные пенсионные фонды. И, к сожалению, они работают не очень чистоплотно. То есть начинают представляться, заходя в квартиры к людям, представляют, что они работники именно государственного пенсионного фонда, как бы доверие вызывает большее, и начинают предлагать разные схемы дополнительного вот этого пенсионного обеспечения через негосударственные пенсионные фонды. Конечно, волей гражданина впускать таких людей или нет, но хочу сказать, что вот я как руководитель областного государственного пенсионного фонда, наши специалисты по домам никогда не ходят с этой задачей. Такая задача у нас не стоит. Если мы идем к кому-то, то только идем к тем, кто требуется консультации по пенсионному обеспечению, они являются лежачими гражданами. И это делается по звонку, по согласованию. А так, чтобы мы пришли когда-то в работе в темное вечальное время, кому-то в квартиры постучали, такого нет. Ну и, конечно, многие банки при предоставлении кредитов предлагают гражданам и заключать договора по негосударственному пенсионному обеспечению. Я вам скажу, что еще и при трудоустройстве, если мы идем в какую-то фирму, которая нам выдает список, где мы можем пригодиться. И это пройдено. Кадровое агентство. Здесь, конечно, гражданину надо приявлять дополнительное упорство, не соглашаться на эти разовые предложения, скоротечные. А лучше взять договора, потом спокойно дома всю эту ситуацию изучить, и уж потом только принимать решение. Но те, кто принял, мы же с вами уже сказали, то есть у них есть право сегодня по новой посмотреть и написать заявление о возврате из негосударственных пенсионных фондов в государственный пенсионный фонд или в государственную управляющую компанию. Спасибо. Я напомню, что в нашей студии был Геннадий Васильевич Пашин. Это была программа «Подробности». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин